Учитель — это не профессия, а состояние души. Именно так можно охарактеризовать ежегодную областную педагогическую конференцию. В заседании приняли участие губернатор Игорь Руденя и председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, которые наградили лучших работников в сфере образования. В актовом зале Суворовского училища, где и проходило мероприятие, за всем наблюдала Наталья Федорова. В ежегодной педагогической конференции «Качество образования и воспитания в Тверском регионе. Вызовы времени и векторы развития» приняли участие 250 работников и руководители образовательных учреждений. В ходе заседания подвели итоги работы отрасли, обсудили развитие системы образования на предстоящий год, а также вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Вы — преподавательский состав. Вы сегодня являетесь главными защитниками, так же, как вооруженные силы. Только вы являетесь защитниками нашего исторического, культурного пространства, в котором растут и воспитываются наши дети. И я уверен, что эту линию обороны, эту линию нашего государства никто никогда не сможет прорвать благодаря вашему ежедневному труду. В рамках педагогической конференции Игорь Руденин наградил лучших работников в отрасли образования. Среди них и Светлана Новожилова. Преподаватель с 30-летним стажем отмечает, что главное в ее работе — это любить детей и относиться к ним, как к своим родным. И тогда непростая преподавательская жизнь будет только в радость. Именно за такую любовь к своей профессии Светлана и получила звание почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации. Я думаю, что к этому я шла. Это большое спасибо. Спасибо большое моему коллективу, потому что без коллектива ни о чем речь. Поэтому спасибо деткам, спасибо коллективу. И за это, наверное, спасибо всем. А учитель информатики Вадим Соколов за свои заслуги в сфере образования был награжден нагрудным знаком «Молодость и профессионализм». Педагог отмечает, что с детства видел пример мудрого и талантливого учителя. И поэтому без сомнения сам решил стать преподавателем. Самое-то главное достижение, скорее всего, это наши выпускники, которые выходят из стен нашей школы, поступают в университеты, заканчивают эти университеты. В жизни они в будущем становятся, скажем так, активными, успешными гражданами нашей страны. Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, отмечает губернатор Игорь Руденя. Поэтому педагогические работники Тверской области получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.